Экспедиция Москва-Тикси-Москва, отметившись на промежуточном финише в дальнем поселке на берегу моря Лаптевых в северо-восточной Якутии, вернулась в столицу. Без потерь. Абсолютно стандартные дизельные Мерседесы МЛ на абсолютно дорожных зимних шипованных шинах Мишлен Эксайс Норс Латитют пробились и через снежные переметы, и через торосы арктических льдов. До сих пор никто еще на машинах, не прошедших никакой специальной подготовки, не проделывал этот маршрут протяженностью 24 тысячи километров. Но пока наши участники приближаются лишь к полярному кругу по сказочно красивой реке Негисле, и самые главные приключения у них очнутся впереди. Впрочем, уже буквально за следующим поворотом. Вот еще один поворот реки. Он, в общем, такой же, как все. Такие же лиственницы тут, такие же яры каменные. Но это особый поворот, специальный. Дело в том, что все наши навигаторы разных систем и конструкций в один голос сказали, что здесь проходит полярный круг. Поэтому этот поворот реки, пусть такой же, как все, но он совершенно особенный. Но не стоит искать здесь памятные знаки. Этот зимник по реке Негисы является неофициальным. Он такой самостейный, стихийный. Кто первый пробил, проехал, молодец. Дальше за ним поехали все остальные. Официальный зимник идет, напомню, через тундру. Он короче, но качкастее. И там мало кто ездит. Все ездят тут, а официальный зимник там. Поэтому мы решили как бы устранить эту несправедливость. И еще в Москве заготовили вот такой памятный знак от нашей экспедиции. И теперь всяк проезжающий здесь будет знать, где проходит северный полярный круг. Минус 30 до. Но что не сделать, что это такого дела? Сейчас надо ее пристроить. А дальше мы выехали на речку Абича, на прямой путь к Батагаю. Вернее, прямой по карте, а река петляет. И 100 километров реально превращаются в 200. Но свернуть в тундру напрямки даже мысли не возникает. Мы будем ехать эти 100 километров два дня. И при этом не факт, что машина и наши позвоночники не рассыпятся от прыжков и ударов. Хотя одна из машин не выдерживает даже, в общем-то, этой щадящей дороги. Мы очень боялись за подушки, пневмоподвески. Особенно задние. Те, что стоят внизу, в отличие от передних. И не обогреваются хоть чуть-чуть двигателя. Те, что собирают на себя снег, лед и всю воду из наледей, которая моментально превращается в тот же лед. А еще морозы чуть за 40. И вот результат. Как-то слишком легко все нам давалось. Так просто не бывает. И вот первая серьезная проблема с машинами. Видите, как все просело? Буквально на ровном месте раздался легкий хлопок. И все. Зад опустился и стал абсолютно деревянным. 100 километров до Батагая. На улице минус 36. У нас есть с собой кое-какие запчасти, но сейчас не до этого. Сейчас максимально разгрузим машину. Все раскидаем по... Итак, уже с забитым багажником двух других автомобилей попытаемся доехать хоть так, хоть как-то. И дальше уже в Батагай решать проблему в тепле, после того, как машина оттает. В принципе, предусмотрительно немцы дали нам с собой кое-какие запчасти в виде сфер для пневмоподвески и стоек. Видимо, что-то они предполагали. Но тут произошла забавная встреча на Адыче. Тундра бескрайняя, но в ней мало тропок. В тундре один человек на 10 тысяч квадратных километров. Но ты его обязательно встретишь, если не свернешь с тропы. Мы виделись с этим человеком год назад. В полутора тысячах километров отсюда. Он нас узнал. Вы мимо Батагая или будете в Батагай ехать? В Батагай заеду. А, то есть там будет прямая дорога, да? А другая прямо пойдет по речке, по Адыче, да? По Адыче до Адыче, а потом с Адыче на Батагай. Налево сразу там один... А, прямой не будет? Не будет. То есть мимо Батагая мы не проедем по-любому? Нет, просто была раньше немник прямо еще дальше. Это хорошо, то есть мимо Батагая. Сколько до Батагая еще? Чуть-чуть больше ста. Сколько он сказал? Чуть больше ста. Привязывай. Он на торможении должен вперед. Ну давай, давай. А мы в легком шоке и некой растерянности от предстоящего ерзания на брюхе даже не заметили, как этот человек подкрался на своем Камазе и как ушел вежливо в ночь. А мы тоже двинулись. Вот только забывая о вежливости по отношению к местным духам, отпуская крепкие слова. А как же быть, если едешь без подвески, как на телеге, и каждая трещинка во льду, которую раньше пролетали на 120 не замечая, сейчас вызывает кратковременное состояние невесомости в прыжке, когда голова в обязательном порядке достает до потолка. Хорошо, что выложили тяжести из багажника. Хайджек бы давно уже торчал наружу из пробитой крыши. 100 километров. Чего 100? Меньше, скажем. 98. 98 километров. Нам ехать практически... Как это назвать? Саш, скажи умное слово. Владимир Гриневич, наш оператор, его как самого легкого пересадили спереди-назад, чтобы хоть как-то перенести центр масс на живую переднюю подвеску, куда посадили солидного, плотного Александра Воробьева. Но летать долго не пришлось. Первый же перекат и внедорожник, на время превратившийся в спорткар, тонет во вспаханной гальке и ложится на нее теплым брюхом. Готов? Да. Нашел. Сигналь. Стоп, сейчас. Готов, Андрюха? Задыкать. Без рывка в нашем деле никуда. И не туда, и не туда. Прямо как в сказке про репку. Только тут каждый раз вытягивали. Ну и доехали до Батагая фактически уже на следующий день. Усталые, озадаченные. А что, собственно, делать с раненой машиной и каков масштаб разрушений? Солнышко собирается уже потихоньку ложиться спать, а у нас только доброе утро. В Батагай мы приехали в 6 утра по местному времени. Последние 100 километров мы ехали часов, наверное, 8. Они не ехали, а просто тащились на брюхи, поскольку одна из наших машин осталась без задней пневмоподвески. Сейчас он оттаивает вон в тех гаражах, куда нас пустили добрые люди. Кстати, сейчас немножко потеплело по поводу оттаивания. Ночью было минус 43. Оставили машины, собственно говоря, на улице. Завелись, слава богу. Вот, но сейчас потеплело. Минус 27. Такое ощущение по московским меркам. Все плюс 10. Вообще края здесь суровые. Лето начинается в середине июня, а в середине августа уже минусовая температура и выпадает снег. Это такое же настоящее заполярье. Впрочем, суровость этих мест обусловлена не только климатом, но и, в общем, всей атмосферой, которая здесь царит. И атмосфера эта, в общем, плюс-минус гулаговская. В 39-м году геологи поставили здесь первую юрту, а уже в 41-м начал работать горно-богатитный комбинат. Естественно, все это делалось прудами заключенных. Вот такие темпы работы обеспечивались. И Батагай стал по-настоящей серебряно-оловянной столицей. Опять же, основанный во многом на невольном труде. Вот этот дом культуры помнят те времена. По-моему, это самое большое и единственное цельнокаменное здание во всем Батагае. Так вот, говорят, что несколько заключенных погибло на строительстве дома культуры, и их тела погребены в бетоне фундамента. Лагеря, которые стояли вокруг Батагае, начали ломать примерно в 60-х годах. Но от этого людей здесь не поубавилось. Напротив, до перестроечных временах Батагая жила до 15 тысяч человек, ведь невольный труд сменился вольным, за который, кстати, неплохо платили северные, заполярные. Поэтому здесь было достаточно много геологов и вообще интеллигенции. И сегодня Батагай остается самым оживленным, самым населенным пунктом всего Верхнеянского района. Потому что сам Верхоянск, он, к сожалению, уже пустеет и пустеет с каждым днем. И там, говорят, осталось не больше полутора тысяч жителей Батагае. Сейчас их почти пять. Много позже, когда мы уже вернулись, один немец посмотрел фотографии Батагае и спросил, а тут вообще люди живут? Живут, ответили мы. И еще какие люди! Без преувеличения они могут претендовать на звание лучших людей страны. И это не потому, что они смотрят наш канал, хотя приятно в далеком восточно-сибирском заполярье встретить зрителей. Без этих людей, совершенно бескорыстно предложивших нам и стол, и кров, и ремонтную базу, мы бы решали свои проблемы куда дольше. Вот это останки былой роскоши Батагайского, знаменитого на всю страну горно-обогатительного комбината. Но, как видите, сам красавец Батагай, над которым возвышаются эти руины, жив по-прежнему. И вот эти самые пять тысяч человек занимаются здесь работой в геологических партиях, участвуют в добыче золото, промышляют торговлей и прочими нехитрыми житейскими делами. А кроме того, в Батагае есть аэропорт. А это значит, что именно здесь происходит связь всего этого огромного заполярного района размером с целую Европу, с внешним миром. В Нью-Йорк и Мельбурн, конечно, отсюда не летают, но самолеты на Якутск и из Якутска приходят ежедневно. Иногда даже по два раза в день. Но мы передвигаемся другим видом транспорта, на машине. Для того, чтобы ехать, нам ее сначала нужно починить. Ну, а пока мы с вами рассуждали о былом и настоящем, люди занимались делом. Наш главный водитель-механик Валер Аболенский при помощи двух батагайских мужиков, Алексея и Александра, нашел таки, диагностировал таки недуг немецкой вещицы. Вот он, пневмоэлемент подвески, который разорвался со звуком лопнущего шарика. Весь воздух вышел, и машина просела на заднюю ось. Собственно говоря, ерунда. Ехать дальше было очень тяжело. Самое обидное, что в этом-то и состоял, собственно говоря, наш эксперимент. В этом-то стояла и фишка. Проехать на машине с изменяемым дорожным просветом, чтобы удобно было ехать по магистрали и удобно было ехать по настоящему качкарнику и настоящему бездорожью. На асфальте опускаешь машину, там поднимаешь, плоское брюхо ни за что не цепляется. Ну вот, одна из трех машин дала таки сбой. В чем проблема? Смотрите. В нормальном положении, в опущенном, элемент стоит вот так. Вот сюда, внутрь, забивается лед, снег, попадает вода из наледей, из бродов. Потом все это замерзает и начинает во время работы элемента тереть ткань. И в результате протирает до дыр. Ну что, заводим. Пробуем. Его надо сейчас поднять. Сейчас, сейчас, видишь, он распрямляется, сейчас встанет. Отлично, ребята. Встал. Все, он встал. Все. Валера, а ведь сглазил я, когда я говорил Лехе, когда у них утром подвеска подмерзла. Когда машину не поднимал. Да, да, что вот, а будет же прикольно отремонтировать Мерседес в Батагае. Оно и случилось просто с другой машиной. Ну, вообще, с такими словами нужно быть поосторожнее, потому что сглаз – это такая вещь, которая здесь работает на все стопы. Ну, супер, старик. Все. Спасибо тебе огромное. А еще мы радовались, что отделались так легко, что рычаги подвески и сайлент-блоки выдержали. Но, увы, сглаз был слишком сильный, и наши приключения с подушками только начинались. Батагай не хотел нас отпускать. Батагай не хотел нас отпускать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова